Привет! Первые по-настоящему массовые модели мобильных телефонов начали появляться примерно в середине 90-х. И с тех пор были выпущены тысячи различных моделей на любой вкус, размер и кошелек. Конечно же, далеко не все аппараты стали по-настоящему популярными и могли похвастаться высокими показателями продаж. Но были и такие, которые побили все рекорды и завоевали почетное звание самых продаваемых за все время. О 20 таких телефонах я расскажу в этом видео. Уверен, что у вас, скорее всего, было какое-нибудь из этих устройств. Если да, то напишите в комментариях. Приступаем. На последнем месте в рейтинге, но не на последнем по значимости. Настоящая классика, спроектированная в секретных финских лабораториях. Синоним слов «надежность» и «качество» – Nokia 3310. 3310 стал настоящей легендой своего времени, сформировав вокруг себя культ неубиваемости и долговечности. И секрет успеха этого достаточно простого телефона был также очень прост. Хорошее качество сборки, отличный набор базовых функций и доступная цена. Всего было реализовано 126 миллионов штук, и для многих пользователей именно 3310 стал входным билетом в мир мобильной связи. А найти живые варианты на барраколках можно до сих пор. Впрочем, 3310 мог похвастаться не только надежностью, но и достаточно хорошим набором функций для своего времени. Посудите сами, поддержка SMS с системой Т9, таймер, будильник, калькулятор и голосовой набор, не говоря уже о четырех встроенных играх, в том числе «Легендарная Змейка» и «Спейс Импект». В 2017 году вышло переиздание классической 3310, но, как это обычно бывает в случае различных перезапусков и прочих попыток заработать денег на ностальгических нотках потребителей, ни к чему хорошему это не привело. Еще одна бюджетная звонилка, которая вышла в продажу в 2005 году и побила рекорд 3310 – это Nokia 1600. Можно подумать, что это видео логичнее назвать «самые популярные телефоны Nokia», но это не так. Будут и другие бренды. В середине 2000-х мобильные технологии стремительно развивались, так что наличием встроенного калькулятора уже можно было мало кого удивить. Но для этого телефона у финских ребят был какой-то план, и они его придерживались. Стратегия продвижения все так же гениальна. Многие крупные операторы связи предлагали 1600 с предоплаченными тарифными планами за символическую сумму по цене трех чупа-чупсов, что и обеспечило отличные показатели продаж. А если разбавить этот секрет успеха хорошей автономностью и устойчивостью к падениям, то это объясняет, почему в общей сложности было реализовано 130 миллионов аппаратов. Еще один хит продаж, конечно же, Motorola Razer V3. Телефон-бритва, внезапный успех которого не могли объяснить даже топ-менеджеры Motorola, списывая все на ретроградный Меркурий. Если в 2004 году вы были каким-нибудь селебрити из модной тусовки, то у вас просто обязан был быть этот телефон, а еще и желательно в золотом цвете от Dolce & Gabbana. Грамотная стратегия продвижения моделей среди богатых и знаменитых принесла свои плоды. Razer даже распространяли в качестве подарков на 77-й церемонии вручения премии «Оскар». Тонкой и ультрамодной раскладушкой хотели владеть все, а если не хотели, то, возможно, они просто не знали про существование этого телефона. Несмотря на достаточно посредственные характеристики даже для того времени, линейка Razer разошлась тиражом в 130 миллионов штук и спасла мобильное подразделение Motorola от банкротства, хоть и ненадолго. А журнал Forbes причислил линейку Razer к самым культовым сотовым телефонам за все время. Но, как говорится, вернемся обратно к нашим финским баранам. Nokia 2600. 135 миллионов штук было продано в течение всего жизненного цикла этой модели, что является отличным показателем. Правда, тут есть небольшая хитрость, которую в дальнейшем использовали и другие производители. В статистику продаж попала не одна модель, а целая линейка 2600, состоящая из трех устройств на одном шасси. В Nokia подчеркнули, что этот аппарат предназначен для бизнес-пользователей, впервые в явной форме дав понять, что под словом «бизнес» можно понимать не только владельцев компаний, менеджеров среднего и высокого звена. Ничего выдающегося или уникального в этой модели не было. Это разумный компромисс и предложение необходимого минимума, базовая функциональность во всей прекрасной простоте. Аудиторию аппарата можно охарактеризовать одной фразой. «Мне нужен телефон, чтобы звонить», ну еще и чтобы дизайн был хорошим. Первый яблочный смартфон, который добился по-настоящему выдающихся результатов в плане продаж, стал iPhone 5. Множество инноваций, которые использовали в Купертино, а именно увеличение размера экрана, поддержка сетей четвертого поколения, использование порта Lightning и цельный корпус Unibody, обеспечили огромный интерес аудитории, и iPhone 5 разошелся тиражом в 146 миллионов экземпляров. После презентации акции Apple поставили исторический максимум на бирже, а первая партия в 2 миллиона устройств была продана всего за один час, что тоже является рекордом для компании. В данном смартфоне Apple впервые показала, что отходит от принципов, заложенных Джобсом, про удобный размер экранов 3,5 дюйма, и, как оказалось в будущем, в Купертино не прогадали. Еще один бюджетник в рейтинге самых продаваемых телефонов, но уже от южнокорейского бренда. Samsung E1100 был выпущен в 2009 году и не особо отличался от большинства аналогичных устройств в своей ценовой категории. Низкая цена и ставка на развивающиеся страны обеспечили этой модели с цветным экраном и фонариком продажи в 150 миллионов единиц. Достойный результат. В конце 2000-х в Nokia не увидели или не хотели увидеть приближающуюся угрозу в лице сенсорных смартфонов и пытались догнать уходящий поезд успеха выпуском не самой удачной модели Nokia 5800. А годом позднее, в 2009-м, на свет появился относительно недорогой сенсорный смартфон этого бренда с индексом 5230. Одним из ключевых рынков, для которых создавалось это предложение, стала Россия. Модель была рассчитана на молодых людей и в наши края поставлялась со встроенным сервисом Nokia Comes With Music, если кто-то такой еще помнит. А в качестве операционки использовался Symbian OS 9.4, если кто-нибудь еще такую помнит. Мощная рекламная компания, большая армия фанатов бренда и достаточно низкая цена в 150 евро сделали 5230 одним из самых продаваемых телефонов в истории компании. Всего было продано 150 миллионов штук. Несмотря на то, что в 2007 году дешевые звонилки Nokia уже выглядели как пережиток прошлого, но они стабильно пользовались популярностью. Кто-то приобретал такие телефоны, как аппараты для детей или для отпуска, которые просто не жалко потерять или утопить в море, а кому-то просто нужно было куда вставить вторую сим-карту. Nokia 1200 отличалась монохромным дисплеем, качественным пластиком, громкими динамиками и достаточно функциональной для своего времени телефонной книгой. И все это по цене пачки чипсов. Благодаря такой нехитрой формуле Nokia записала в свои достижения еще 150 миллионов аппаратов. А вот следующий представитель этого финского бренда был не просто телефоном, а настоящим мультимедийным комбайном. А для 2003 года это был просто технологический шедевр и мечта любого школьника. Помните эти журналы с описаниями и фотографиями телефонов, которые листаешь и начинается неконтролируемое слюноотделение? Nokia 6600, он же «Бочка», оснащался VGA-камерой, слотом для карт памяти, Bluetooth, музыкальным и видеоплеером. На момент выхода это был один из самых продвинутых телефонов, когда-либо выпущенных под брендом Nokia. А благодаря передовой на тот момент операционки Symbian 7, телефон или все же смартфон, поддерживал установку огромного количества стороннего софта, такого как офисные пакеты, браузеры, темы графического оформления и, конечно же, игры. Nokia 6600 выпускался до 2007 года и разошелся тиражом в 150 миллионов единиц, заслуженно став одним из самых успешных телефонов. И это несмотря на цену в 600 евро, что для начала 2000-х было очень весомо. iPhone X, выпущенный в 2017 году, наделал много шума, ознаменовав начало эры безрамочных смартфонов из Купертино. Но первыми по-настоящему успешными моделями, лишенные детских болячек и недоработок, стали смартфоны линейки 2018 года. Развитие идеи безрамочных смартфонов, появление более доступной модели XR и увеличенного iPhone XS Max пришлось по душе многим фанатам Apple. iPhone XR, XS и XS Max предлагали решение на любой вкус, цвет и размер, что помогло трем смартфонам разойтись общим тиражом в 151 миллион проданных экземпляров. А XR продержался в актуальной линейке до 2021 года и до сих пор пользуется спросом, как недорогой и отличный смартфон за свои деньги. Но уже в следующем году и этот рекорд был побит с выходом 11-х. Несмотря на то, что эти смартфоны были логичным продолжением линейки 2018 года, с тем же дизайном и в том же составе, но существенно улучшенные камеры, добавление ночного режима, прокачанный экран и более энергоэффективный процессор обеспечили отличные продажи новинкам. Что говорить, iPhone 11 был настолько удачным, что эту модель до сих пор можно найти на сайте Apple. Как итог, почти 160 миллионов проданных смартфонов этого поколения за все время. Девятое место в рейтинге самых продаваемых телефонов занимает линейка седьмого поколения iPhone. Устройства получились крайне удачными как в плане внешнего вида, так и в плане доступных пользователю функций и улучшений. Впервые за всю историю iPhone в Купертино отказались от разъема для наушников, добавили полноценную защиту от флаги, а в модели 7 Plus дебютировал портретный режим и двойная камера. Кроме того, физическая кнопка «Домой» была заменена сенсорной площадкой с тактильным виброоткликом. Несмотря на свой возраст, использовать 7 или 7 Plus до сих пор не стыдно, а успех моделей подтверждают и отличные продажи. Всего реализовали более 160 миллионов штук iPhone 7 и 7 Plus. На восьмом месте находится еще одна трубка Nokia, но в отличие от всех остальных моделей в этом рейтинге, этот телефон родом из прошлого века. Настоящее ретро. Выпущенный в 1999 году, Nokia 3210 считается одним из самых значимых телефонов, когда-либо разработанных Nokia. Во времена, когда деревья были большими, а солнце светило ярче, финские ребята выпустили на рынок телефон со встроенной антенной, функцией T9, тремя играми, в том числе эта самая змейка, и редактором мелодий. Успех модели 3210 заключался в том, что он не был рассчитан на богатую бизнес-аудиторию, а рекламная кампания в основном была направлена на молодых людей от 15 до 25 лет. По традиции Nokia доступная цена и хороший набор функций позволили реализовать 161 миллион телефонов, что звучит просто как фантастика для конца 90-х. В 2013 году успех модели iPhone 5 в Купертино решили закрепить выпуском рестайлинговой версии iPhone 5s, который хоть и был внешне похож на своего предшественника, но имел несколько важных отличительных особенностей. Именно в iPhone 5s впервые дебютировал сканер отпечатка пальца Touch ID, который до сих пор используется во многих устройствах бренда. Технология была не новой, но как это обычно бывает, именно в Apple сделали ее по-настоящему массовой. Более быстрый чип, сканер пальца, улучшенные камеры и аккумулятор выглядели крайне заманчиво на фоне конкурентов, что позволило Apple продать 165 миллионов iPhone 5s. Еще большим тиражом, а именно 174 миллиона единиц, разошлось еще одно поколение iPhone с приставкой S в названии. iPhone 6s и 6s Plus, хоть и не получили глобально выдающихся функций по сравнению с предшественниками, но основной упор был сделан на повышение качества материалов, сборки и устранение других недочетов iPhone 6. Именно с этого поколения появилось устойчивое мнение, что всегда лучше покупать модели с буквой S на коробке. Но в 6s была и одна отличительная особенность, которую в Купертино так и не смогли грамотно преподнести потребителям, и которую через несколько лет успешно похоронили. Конечно же, это был 3D Touch. 3D Touch называли революционным способом взаимодействия с интерфейсом, но владельцы iPhone разделились на два лагеря. Тех, кто по-настоящему полюбил эту функцию, и тех, кто никогда не понимал, как ее можно использовать. А в Apple так и не смогли толком объяснить, что делать с 3D Touch. Хорошо, что на продажах это никак не отразилось. На пятом месте еще одна недорогая модель финского бренда, и последняя настоящая Nokia в истории компании, которая выпускалась с 2013 по 2016 год. Nokia 105 появилась на свет, когда балом уже вовсю правили правильные ребята из Microsoft, но проектирование и производство дешевых трубок было полностью отдано на откуп финским сотрудникам, так как большим боссам не было дела до такого примитивного уровня технологий. Это позволило в последний раз выпустить удачный, надежный и массовый классический телефон Nokia с фонариком, FM-приемником и хорошим временем автономной работы. Как итог, 200 миллионов проданных телефонов. Четвертое место. iPhone 6 и 6 Plus. По-настоящему самый популярный iPhone всех времен и народов был выпущен в 2016 году. Суммарное количество проданных аппаратов превысило 224 миллиона, что является абсолютным рекордом для какой-то там яблочной компании. В iPhone 6 инженеры и дизайнеры объединили все прекрасное и ужасное, что могло только случиться с айфонами. Новый дизайн, увеличенные экраны, отличное быстродействие и улучшенные камеры и прочие бонусы так сильно заинтересовали потребителей, что за первые три дня было реализовано 10 миллионов смартфонов. В дальнейшем общее впечатление сильно подпортило качество материалов корпуса, благодаря которым айфон можно было согнуть голыми руками, но даже эти недостатки не помешали шестерке разойтись просто огромным тиражом. Историю успеха и провала iPhone 6 я рассказывал в отдельном видео, ссылочка будет ждать в описании к этому ролику. Тройку лидеров открывает, кто бы мог подумать, очередной бюджетник Nokia. Nokia 1110 вряд ли можно считать претендентом на успех, но продажи этого телефона достигли отметки в 247,5 миллионов единиц. И никакого фокуса тут нет. Монохромный дисплей, поддержка сетей второго поколения, низкая цена, основная целевая аудитория, развивающиеся страны. Nokia 1110 классический рецепт успеха от Nokia. На втором месте, ходя с небольшой оговоркой, находится актуальная линейка смартфонов Apple. А оговорка заключается в том, что в Купертино, при учете статистики продаж, по традиции объединили все модели iPhone 12 в один пункт. Если раньше это было 2-3 устройства, при этом всегда была одна лидирующая модель, а продажи других это были такие на уровне погрешности, то в этот раз все четыре модели продаются одинаково хорошо, ну кроме версии мини. Суммарные продажи iPhone 12, 12 мини, 12 про и 12 про макс на сегодняшний день составляет около 250 миллионов штук. Будет ли справедливо считать даже не 3, а целых 4 устройства как одно? Тут, конечно, каждый решит для себя. Но, как мы видим из этого рейтинга, такой фокус производители стараются использовать при первой попавшейся возможности. А вот настоящим и безоговорочным победителем, без всяких нюансов и хитростей, можно считать Nokia 1100. В это тяжело поверить, но рекорд этой звонилки с черно-белым экраном, который увидел свет в начале 2000-х, до сих пор не побит. Модель была представлена в августе 2003 года и официально не снималась с продажи следующие 6 лет. За это время телефон разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. Nokia 1100 был самым дешевым телефоном компании, что сделало его идеальным для развивающихся рынков и для тех, кому просто нужен обычный надежный телефон. Это просто удачная модель с точки зрения возможностей и цены для своего времени. И все это, между прочим, в достаточно стильном корпусе, дизайн которого был разработан в Nokia Design Center в Калифорнии. Каким из этих телефонов-рекордсменов вам посчастливилось пользоваться лично? Или, может быть, у вас было что-нибудь из классических аппаратов Nokia, которые не вошли в топ-20? Не забудьте поделиться в комментариях вашим мнением. И, конечно же, спасибо, что посмотрели. Мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok